Сегодня у нас 14 декабря 2019 год. Сегодня у нас снежок, я уже с утра убрал всю территорию, где-то с полдесятого и до двенадцати тут все убирал. За ограды, в ограде. Вот сейчас вот тоже. Заходите. Ага. У нас тут храм и двенадцаточка. С миром принимаю. Проходи. Давайте расскажите кто, откуда и зачем. Чьих будете. Погромче говорите. Зовут меня Дмитрий Смирнов. Я из Солонешинского района. Солонешинский. Да. Так, и что? Ну вот смотрю ваши ролики. Смотрите. Да. Вот сейчас у нас большая работа идет по сайту «Вопросы и ответы», который я студентам отвечал. Это вообще сам слушаю, как будто бы с того не слыхал. Каждый день у меня получается, я выставляю тридцать два ролика. Это вообще не слыханное. Ну один, да и один ролик в неделю, это уже хорошо. А то в день. А почему? Одиннадцать человек стали помогать. С разных мест и озвучивают, считают. И превращают в ролик, скидывают, я закачиваю. Ну и как находишь дело? Да. Да. Главное, никогда не лукавь, никого не бойся. А дальше Господь усмотрит. Зря не лезть куда не надо. Ну а где явно что нарушают, мы обязаны. Это наша церковь. Нельзя никак. А как вы узнали про наш канал? От отца Павла? Нет, я еще раньше узнал. Я об отце Павле от вас узнал. Ему позвонил. А вот как. А я смотрел Сергея Козлова. О, парализован который? О, старство небесное. Да, нет такого подвижника больше пока у нас. Ну и что вы хотели? Ну охота книги вашей приобрести. Вот она, сейчас мы раскроем, покажем. Вот я каждый раз удивляюсь, как у Бога все высчитано. Я в начале детского лагеря и нам нужно, чтобы вода была там поливать. А какой размер не знаем. Ну у нас одна работает здесь на инструментальном каком-то заводе. И она заказала. Ну какие? Я говорю, я не знаю. Ну руки раскину, например, вот так. А сколько будет? Замерили полтора метра. И она, там ей нарезали толстая такая вот. Ну это не жесть, а настоящая. Ну полтора, кажется, на метр примерно так. Там у нас сварили. Краном подтащили туда. Вставить. Я не могу куда вставить. И тут тополь растет и береза. И между ними притирку. Понятно? Я не знал сколько здесь. Не знал сколько здесь. А у Бога все выберено. И вот здесь один приехал. У нас с Украины был. Вот. Он такой мастер. Столы вот эти нам сделал. Мы это получили, когда только с нуля. И он вот этот стол сделал. Вот так стоит. Теперь я начал сдавать книги. Думал, у меня будет одна книга. Вот первый том. А первый том. Он у меня даже не подписан. Первый. Вот пальцем показать. А получилось не один том, а тридцать. И теперь на каждом отдельно уже показано. Какой том. Вот. До двенадцатого в мягком переплете. А дальше идут твердым. Открытым оком. Тут уже ничего нельзя. И как только дошло. Клиги тридцать восемь. Это по одной. Это все разные книги. Ровно стол. Как будто-то заказал. Когда я. Книги. Они не на столе у меня были. Когда кончил уже. Издавать. Книги разложил. Стол. Я не знал сколько книг будет. И тот, который делал стол не знал. Осталось как раз. Не меньше, не больше как раз. И вот когда начинаешь такие мелочи замещать. Ты понимаешь. Как Господь над нами. Все заранее у Него высчитаны. Ну вот. Смотрите. Самая у нас, которая вот эта дорогая. Мне досталась долго. Это кисель по православию. Я на нее материал 40 лет собирал. Вот. Вы видели? Ну я в интернете смотрел. Вот это собрали. Все таинства. Все. Ну и как они езданы, понятно. Вот. Посмотрите. Какие вам нужны будут. И. Новый Завет. Трехтомник. Правда. Столкование полное. Трехтомник. Я вот его у Ивана увидел. Он читает. Иван. Читает. Каждый день я смотрю. Это с откровением. Полностью. Такого выпуска, чтобы с откровением в одном за 2000 лет никогда не было. Я и сам не дал, что так получится. 434 страницы. Только апокалипсис занимается толкованием. По всем святым отцам. Вот это. Нельзя. Не думали. Ничего. И. Как-то само собой. Ну не само собой. Господь знает. Вот так. И вам что нужно? Трехтомник. Кисель. Трехтомник. Сейчас мы посмотрим. Видите. У него и закладочки такие. Русские. Русские. Вот это. Российский плакун. У нас висит. Какой. Ну это маленькая. Желтовато. Белая. Зеленая. Зеленая. Это синяя. Не получилось. Синие нету. Закладки свет. И красная. Видите. Вот так вот здесь. Посмотреть. Вот так и получается. 752 страницы в каждой. В каждой 80. Раскрасили Гюставо Дорев. Впервые. За 180 лет. Впервые все картины раскрасили. Ну видно как. Увидели в руках. Держали. Ну держите. Это у меня 3000 стоит. И это 500 рублей. А вот таких можно две? А? Две можно. Две можно. Две можно. Сейчас я посмотрю.. Что у меня тут. Ага. Что-то положить сюда. Вот. Вот так Господь все это устроил. Ну из 4. То есть 3 тысячи стоять сета. Можно положить. Вам, может, завернуть это, чтобы снег не попал? У меня пакет, пакет есть. Ну-ка, покажите, как положить. Ну-ка, ну ладно, тогда. Давайте. Чтобы сырость не попала. Книги все на обсветной бумаге. Фотографии нанилованы. Все книги сшиты, склеены ни одной нету. Что, конечно, это дороже, цветные фотографии. Ну, считаю, сегодня вообще нельзя издать. У меня четыре тома готовы были стихотворения. По 800 страниц. Пошел, кажется, за два с половиной миллиона. И сразу повернул назад на стол. И нельзя изжать. И все тут уже переправить. Ну вот, имею в виду. Сегодня один заказал, полный комплект. А у меня один там брал, и у него что-то там есть. Я их уже свел между собой, и они там уже договорятся. Сегодня это ничего нельзя издать, абсолютно нельзя. Четыре. Четыре. Ну, все. До славы Божьей. Спасибо, Христос. Берегите. Ну, в общем, так. Когда открываешь книгу, у вас должна быть какая-то бумажка. Через нее, чтобы пальцами не отпечатывалось. Ну, потные, бывает трудно. Книги эти уходят, больше их нет. Их не издать сегодня. Я уже на сегодняшние цены даже не перевожу. Неслыханное. Подняли цены. А почему? Заводы уничтожили. Лес гонят в Китай. А бумагу оттуда берут. Любую цену назначают. Конкурентов нету. Видишь, как сделали? Конечно, и хорошо, что боролись, чтобы там какой-то целлюлозный был у Байкала. Чтобы не отравили. Но можно было в другом же сделать. Сейчас, говорит, всю бумагу покупают в Китае. Вот отсюда. Сцены такие. Ну все. Еще что-нибудь у вас? Вопросов нет? Да нет, у меня так вопросов нету. А вы когда заходите, по скайпу можете зайти. Я заходил. По скайпу? Да, на молитву заходил. Но меня почему-то выкидывает. А почему? Интернет такой слабый. Я не знаю. По скайпу мне все время заходит. Там ни одна, ни две беседы. Я раза три заходил, а потом начало меня выкидывать. Это на молитву? Да. Ну я так не помню, сколько людей идиоты. Я вам писал, но мы не беседовали. Я вам писал. Сегодня один. Хочу побеседовать. Ну я ему ответил. Потом посмотрел, я ему уже не один раз отвечаю. Я, скорее всего, все это приготовлю. Когда можно прийти? Я говорю, сейчас заходи сразу. Гляжу, опять нету. И все. Рус, не фамилии. Я пришел и сразу заблокировал все. Понял. Насмехается кто-то. Сколько раз? Когда? Скажу сейчас. А я прям сразу им отвечаю. И никого нигде нету. Ну люди разные. Так. А то можно не убирать, Володя. Этих не выпускай. Потом соберем где-то. Ну все, пошли. Поблагодарим Бога сейчас. Господи, слава Тебе. Боже всемогущий, хвала Тебе. Милости Твоей полна земля. Устройся по воле Твоей. Сохрани это наше сокровище. Слава Тебе, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Все, уходим. У нас храм закрыт. Смотрим, что будет. Это храм. Показать вам, может быть? Ну я так-то все примерно знаю. Уже знаю. Ну храм вот эти вот где заходят, до сих пор. До туда-то он уйдет. Ну и туда. Вот. А это у нас тут как община была образована. для детей. Вот. Все описано. Вот. До слова Божия нету. Там книга такая еще есть. Это я делал занятия в разных университетах. Это в разных местах. Оттуда люди в основном приходили. Да сейчас занятия везде все отрезали. Тогда радиопрограмма была. По радио приходили. Вот идут крещения. Видите? Вот батюшка стоит в воде. И люди сходят. Вот так должно быть крещение. Полное погружение. Сходят. Вот они стоят. Это снимают. Корреспонденты. А вот три священника. Три. В воде. Тогда много людей приходило. Ну видно здесь. Вот оно. Видишь как. А это занятия в Потеряевке были еще. Да собираться-то негде. Или что было? Да видно негде. Мы собирались на улице. Занять. Поэтому. Препятствия какие бы ни были. Но если у тебя есть желание. Бог устроит. И устроит так как ты не думаешь. Вот. Батюшка стоит. Вот она в воде. Видишь? Вот сейчас она под воду уйдет. Умер человек. Крещение. А сегодня как? Притом. Надо чтобы он веровал. Крестился. И бесплатно. Если деньги платятся. Это все может быть недействительное. А тебе надо священнику помочь. И приди в другое время. Там хоть больше сделал. Десятину. Или как отдать. Вот так. Это я в радиостудии был в городе. Это часовая программа онлайн у меня была. Это меня провожали в студии. Свои были братья. Сейчас никого тут нету из них. Один священником стал. Да. И студию именно закрыли. Так смотришь. Вспоминаешь. Вот так. Тогда было десятилетие. Ну, десять. Десять лет. А еще добавить восемнадцать. Двадцать восемь лет еще будет. Мы на этом месте. Негде было молиться. И Бог так все это устроил. Суд я выиграл. Когда у меня там песковано было. Когда посадили меня. А когда освободился. Был реабилитирован. Суд выиграл. А платить нечем. Денег нету. Судебный исполнитель. Говорит арестовывает все счета. Ни один бюджетник не получит. Ни врачи. Никто. Пока не рассчитаетесь. Ну и. А как рассчитается. Денег то нет. Бюджет полностью пустой. Ну и тогда договорились. Вот это два дома отдали. Вот эта территория. Тринадцать сотых. Рядом. Тут красивые места. Так Бог сделал. Притом никто не знал. Мы искали в другом конце города. Где бы нам построить храм. А Господа. Как с неба опустил. Ты куда не посмотришь. Никак говорит. Как вы могли рассчитать. Я ничего не рассчитывал. А Бог сказал. Место что было к центру города. Центральный район. И сухое. Оно глубоко. Подвал. У нас нету здесь сырости. Хотя вот рядом. Это возвышение. Так выходим. Там сверху ключи. Он выключил. Вот так. Ой-ой-ой. Видимай шапки. Ключи взять можно. Сейчас её закрою. А вот это что было держать? Кто-то принёс? Для кошек. Кто принёс? А женщина какая-то. Женщина да? А она что знает где кошки? Да. Видимо. Ну а дядька так сказал. Беспризорные кошки. Мы пять штук держим. Да там у нас пять. Кормим. Ну так всё. Всё. Эта машина ваша? Нет. Я пешком. А ну-ка посмотрим. Молодя. Это кто? Не говорил? Не знаю. Так вы нашли сразу? Нашли сразу? Да. Ну всё. Вот дорога прямая. С Богом. Как вы доедете, по скайпу попытайтесь на мне выйти. Какие-то вопросы подготовите. Вам будет интересно это. Вот это вот смотри какие. Два дома, второй где я живу. И вот такая территория в центре города. Это вообще. Да. Это сегодня намного больше стоит, чем тогда было. Вот. Прямо за этими тополями об течёт туда. А это рукав у неё здесь. Катера заходили. С Богом. Ладно. Храни Господь. Поси Христос – согнать Теку. Слава Христу. С Богом, брат. Ну всё. Мы уходим. Субтитры сделал DimaTorzok